Продолжение следует... Итак, о чем сегодня речь? Я чуть позже покажу пару-тройку слайдов по поводу того, чего мы делаем. Для начала я отвечу на несколько вопросов. Так, первое, что такое ORM? ORM это Object Relational Mapping. Более подробно или понятно вы можете прочитать на сайте Википедии. Ссылка в описании, конечно же. Но я скажу своими словами. Итак, допустим, у вас есть какая-то таблица в базе данных и какой-то объект в C Sharp. Так вот, ORM позволяет достаточно просто, без каких-либо телодвижений дополнительных, превратить вот эту вот запись в таблице SQL в конкретный объект, с которым вы можете работать. Еще раз повторюсь. Более подробное описание, конечно же, оно там более глубокое и имеет некоторые нюансы. Но принцип примерно такой же. Есть разные варианты маппинга. То есть, когда одна таблица, один объект. Или много таблиц, один объект. Или много объектов, одна таблица. В общем, есть и другие варианты. Но это уже как бы нюансы. Но суть в том, что это полезная штука, которая превращает записи в таблицу SQL, MySQL, LightSQL. Превратить в конкретный объект в вашем коде. Итак, что такое Antity Framework Core? Это одна из реализаций Object Relation Lapping, потому что есть и другие реализации. В общем-то, я достаточно много работал и с другими. Но, в общем, остановился на Antity Framework Core, поэтому будем говорить только про него. Что такое Antity Framework Core? Это как раз реализация, которая написана Microsoft, которая имеет уже большую такую новую версию. Предварительно была для не кроссплатформных приложений, был для Antity Framework. Для .NET Framework был Antity Framework. Потом появился Antity Framework Core, который является кроссплатформенным. И одна из основных особенностей – это полностью асинхронное выполнение методов. В общем, он заточен на кроссплатформенность и на асинхронные вызовы. Ну и, помимо этого, до некоторого момента были до конца не реализованные фишечки, например, такие как Money to Mini. Но, в пятой версии все появилось. Более того, появились достаточно мощные системы по логированию, по управлению этой системой change-трекинга. И, в общем-то, я его использую и, в общем, вам настоятельно рекомендую. Ну и, переходя к следующему вопросу, хочется сказать следующее. На самом деле, можно написать приложение и без использования Antity Framework Core. И, на самом деле, и это так раньше и было. Когда существовало понятие двухзвенная архитектура, то есть, вашими звеньями в вашей разработке было два, то есть, SQL-сервер какой-нибудь и клиент. Когда клиент напрямую отправлял запросы в SQL-сервер, тогда было, на самом деле, глупо делать какую-то прослойку, которая могла бы как-то... То есть, она являлась аппендиксом, каким-то лишним звеном, слабым звеном, можно сказать. Когда у вас вся логика и бизнес-логика находятся непосредственно в SQL-сервере, тогда такое понятие, как ORM, оно, в принципе, не имело смысла. Потому что делать какую-то дополнительную прослойку, которая могла вам помочь в обработке бизнес-логики, было бессмысленно. Это лишняя работа была. Но на каком-то этапе люди поняли, ну, люди, я имею в виду, разработчики поняли, что надо бизнес-логику все-таки выносить из SQL-сервера, чтобы SQL-сервер, неважно какой, MySQL, MSSQL или еще каким-то SQL, неважно, не были участником вот этой системы. Появилась трехзвенная архитектура, в которой, собственно говоря, бизнес-логика находится на отдельном уровне, то есть вынесена из SQL-сервера. И здесь и появилось такое понятие, как ORM, то есть Object Relational Mapping появилось не просто так. Люди сначала поняли, что если вся логика лежит в SQL-сервере, значит ее трудно поддерживать, трудно дебажить, трудно юнит-тестить, ну и так далее. И вынесли эту бизнес-логику, которая не меняется вообще, в принципе, и не привязана к базе данных, может быть покрыта юнит-тестами, может быть перенесена на другую платформу. Ну, в общем, получилось так, что вот этот Object Mapping, он, собственно говоря, и пригодился. Какие задачи он решает? Он решает задачи очень простые. Как я и сказал, объекты из SQL-сервера превращаются в объекты C-Sharp-овского класса, то есть в классы. И с ними удобно работать, их удобно покрывать тестами. Без них, конечно же, опять же, можно обойтись. Но таким образом вам придется писать эту прослойку, опять же, если вы пишете трехзвенную архитектуру, вам эту прослойку придется писать самостоятельно, вручную. Ваши ошибки, ваши вот эти вот все, оно как бы вам потом вылезет боком. Либо, если вы не будете использовать вот эту вот самописную систему, то вам придется тогда писать двухзвенную архитектуру, что, в принципе, вас откидывает лет на 15-20 назад. Но я думаю, что это как минимум нецелесообразно. Хотя, существуют некоторые моменты, когда вы просто физически можете, нет возможности использовать вот этот вот Entity Framework. Почему? То есть OR мне нужен, в принципе, когда вы переписываете, допустим, Monolith на новую микросервисную архитектуру. И есть такие микросервисы, которые, допустим, должны просто лезть на данном этапе в базу данных, чтобы потом в последующем от них отказаться, или быть переписанными, или еще какой-то вариант, я не знаю. Ну, в общем, можно и без него, но я основательно не рекомендую. Ну и переходя к следующему вопросу, плюсы и минусы использования, в общем-то, я уже, наверное, так или иначе в какой-то мере ответил на этот вопрос, но попытаюсь еще раз собрать все воедино. Итак, плюсы. Ну, во-первых, вам не нужно писать все запросы, все, крут, не нужно вам писать, это реализуется Entity Framework, ну, в общем-то, ORM, неважно каким. И в этом есть много плюсов, потому что ошибки, которые могут быть, все обработки, которые уже написаны другими людьми, другими авторами, которые создали этот Entity Framework, в частности, или там, Dapper, в конце концов, да, уже как бы реализованы, есть с чего начинать. Вам не нужно тратить на это время. Из минусов, ну, минусы, наверное, вот давайте я мотану на следующий вопрос. Да, есть такое понятие, как Big Data. И не в том смысле, когда вы работаете с Machine Learning или что-то такое. Я имею в виду Big Data в этом смысле, когда вы очень большой объем данных пропихиваете через Entity Framework, когда вы пытаетесь сохранить большое количество строчек, большое количество связей. Вот в этом смысле Big Data. Никак к Machine Learning это не относится. И вот в этом варианте Entity Framework, наверное, в общем-то, не нужно использовать, либо использовать его по-другому. Почему? Entity Framework у него, на мой взгляд, опять же, у него задача другая. Задача у него облегчить работу с бизнес-модели, то есть облегчить работу по программированию бизнес-процессов. Когда большое количество манипуляций с разными типами данных, с разными объектами, их зависимости, свойствами навигации, вот здесь Entity Framework просто исключительно решает все проблемы. То есть вы получили какую-то сущность, поменяли у нее свойства, нажали сохранить, все улетело в базу. Или когда вы там к одной сущности добавили, там через Append или через Add, какую-то коллекцию нажали сохранить, они все сохранились. Вот это вот Entity Framework решает идеально. Но если у вас какая-то объемная информация, то есть вы должны, допустим, загрузить через Excel или там XML 30 тысяч там записей и сохранить их в базу данных. Ну вот здесь Entity Framework, как вы понимаете, ну ноль от него, так сказать, реакции. Должно быть он просто взял и сохранил. И в общем-то вот использование Entity Framework правильно как раз и снимает все вопросы по отношению того, нужно или не нужно его использовать. Во-первых, Entity Framework может сделать это. И 30, и 60 тысяч записей легко сохраняется. Есть такое понятие, которое влияет на производительность, которое называется Change Tracking. То есть, когда какую-то сущность вы загружаете из базы данных, Entity Framework где-то там у себя в голове отслеживает эту запись и отслеживает изменения ее свойств. И при нажатии Save Change, то есть при вызове метода Save Change, он сохраняет полученные изменения, за которыми следил. Если вам отслеживание этих не нужно, ну например, когда вы делаете дату только на чтение, да, в каком-нибудь методе getPaged или там getById, ой, getById, прошу прощения, то здесь вам не нужно отслеживать, поэтому Change Tracking нужно отключать. В этом случае Entity Framework ускоряется, ну скажу, в разы, да. Я вот не помню, какое количество раз по сравнению с 3.1 и 5.0, но в 5.0 он ускорился еще быстрее, работа его. И, собственно говоря, когда вы получаете большое количество данных, нужно сохранить, вот этот Change Tracker, если его отключить, то данные просто тупо провалятся в базу данных по образу и подобию, как если бы вы это делали через скрипт, который выполняли бы напрямую. Более того, плюсы здесь не кончаются на самом деле. Здесь есть еще некоторые варианты. Во-первых, здесь автоматическое подключение транзакций, автоматический Rollback или, как оно называется, Commit, когда вы, то есть вы можете закоммитить, если вы не вызовете Rollback, то данные будут закоммичены. В общем, хотелось бы немножечко защитить вот этот Entity Framework. В общем, есть такая пословица, в кривых руках и калькулятор зависает. И вот мне кажется, те, которые спорят, нужен он или не нужен, я считаю, что вот как-то вот, ну, вы меня поняли. Ладно, не будем вдаваться в подробности, давайте посмотрим следующий вопрос, и он звучит следующим образом, какие вопросы решают. Ну, в общем-то, так или иначе, я теперь точно ответил, отвечая на предыдущий вопрос, я ответил на этот вопрос, и вывод, да, ну, какой вывод. Entity Framework отличная штука. Она умелых руках может послужить просто significant, значительным ускорением в разработке систем. Более того, если вы сделаете какие-то базовые механизмы, то есть, в базовых классах для работы с Entity Framework, то они могут передаваться от проекта к проекту, и, то есть, по нарастающей может ваш фреймворк как бы увеличиваться. То есть, ваша доработка этого Entity Framework будет подключать нужные вам библиотеки, нужные реализации включать, нужные оверрайды, и это еще больше ускоряет разработку любого приложения. Понятное дело, если у вас только один проект, и вы больше никак нигде не озадачены в создании других проектов, то, в общем-то, это вам и не нужно, на мой взгляд. Ну, и, опять же, склоняясь к тому, нужно или не нужно использовать, это вот как правило хорошего тона. Все про них знают, но кто-то использует, кто-то нет. Так же и Entity Framework. Он где-то используется, где-то нет, хотя может использоваться везде. Ну, и еще тогда вот вопрос такой, меня часто спрашивают, Unit of Work нужен или нет? На самом деле, смотрите, в последнее время Entity Framework практически догнал реализацию Unit of Work, и в частности, репозиторий, паттерны репозитория, по своей, по своим возможностям. То есть, он может получить из базы, сохранить базу, в общем, никаких проблем с Entity Framework здесь не возникает. Но есть некоторые нюансы. Unit of Work на тот момент, когда этот паттерн как бы задумывался, на мой взгляд, опять же, он был, то есть, если говорить про репозиторий, да, репозиторий, в общем-то, как, он дает абстракцию на доступ к базе данных. Когда появился Entity Framework, паттерн репозиторий теоретически отпал, потому что Entity Framework его реализует. Это очень важно понять, что паттерны не менялись давно, но их использование, например, Unit of Work объединяет использование репозиториев, и поэтому обобщенный метод сохранения всех данных со всех репозиториев, он тоже реализован в Entity Framework Core. Теоретически, ни Unit of Work, ни репозиторий не нужны. Но надо понимать, что репозиторий, который реализован в Entity Framework, например, в этом Орме, он не до конца соответствует заявленным требованиям вот этого репозитория. Например, аутентификация, авторизация, доступ по ролям, пейджинг, обработка результатов, сохранение, вот это вот ничего в нем не реализовано. То есть, пейджинг, понятно, вы можете через LinkU сделать, но это вам нужно делать в каждом методе. Если у вас будет какой-то базовый GetPaged Unit of Work репозиторий, я как к примеру говорю, то вы просто говорите ему «Эй, вот этот Unit of Work, используй этот Entity Framework объект, и у вас появляется пейджинг». В общем, опять же, повторюсь, Unit of Entity Framework внутри себя реализует паттерны и репозиторий и Unit of Work. Ну, частично, да? Ну, вернее, наверное, целиком и полностью при использовании транзакций. И это, в общем-то, хорошо. Но надо понимать, что если у вас свой собственный реализации репозиторий, в котором есть дополнительные фишки, в которых нету, собственно говоря, в Entity Framework, то вам их придется реализовать. Какие я уже назвал. И на этом, наверное, давайте остановимся, перейдем к слайдам, которые я обещал показать, которые скажут, что мы, собственно, делаем в этом проекте. А дальше будем практиковаться. Итак, как я и обещал, пара-тройка слайдов, вернее, их четыре. В каждом описано, что мы делаем, для чего делаем и зачем, какие наши цели, какие аспекты будут затронуты в разработке вот этого приложения, которое называется «Только факты». И ключевой момент в том, что я хочу поделиться своим опытом. Пожалуйста, пишите комментарии, лайкайте, если вдруг понравилось. Это мне будет давать понимание того, что я делаю, в каком направлении двигаться дальше. Итак, первым делом, для того, чтобы вообще как-то начать двигаться вперед, давайте я получу последние изменения моего проекта. Понятно, что я в него гажу только один, но теоретически это привычка и, в общем, настоятельно рекомендую ею вам обзавестись. Итак, у меня последние изменения получены, в общем-то, никто ничего не добавил, ну и хорошо. Сегодня тема видео ApplicationDBContext файл, в основном будем ковыряться в нем, потому что он является наследником от IdentityDBContext, который подключает непосредственно юзер, то есть, роли пользователя, клайм пользователя и, в частности, вот этот IdentityDBContext является базовым, является наследником от, один момент, вот, DBContext. То есть, непосредственно этот самый Entity Framework Core. Ну и, в общем-то, прежде чем начать, нужно определиться, что я хочу сделать. Итак, моя задача. Я хочу, чтобы все сущности, которые попадают в базу данных, наследованные от определенного интерфейса, автоматически проставляли время создания, и при изменении, то есть, при редактировании, я хочу, чтобы у них автоматически обновлялась Data, UpdatedEd. И у меня такой класс есть, который называется АУ... Так, секунду, который называется АУ... АУДИТАБЛЕ, ну, АУДИТАБЛЕ, вот, он лежит в той сборке, которая раньше показывала, называется AntityBase, и здесь есть у нас интерфейс, который называется АУДИТАБЛЕ, и здесь есть, опять же, четыре свойства, CreatedEd, CreatedBy, UpdatedEd, 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 В общем-то, я объяснял, давайте еще раз объясню, CreatedBy и UpdatedEd, Нет, CreatedEd и AccrededBy не меняются никогда, заполняются один раз только при попадании в базу данных, это, в общем, такой опыт, и я не собираюсь от него отказываться, а штука всегда помогает. А вот UpdatedEd и UpdatedEd эти свойства, которые изменяются, если сущность претерпела какие-то изменения, поменялось свойство, или еще какая-то штука там была обновлена, в каких-то значениях, или в зависимости от где-то прокинута, то есть автоматически оно изменится. Когда вы используете EntityFramework, то обновить вот эти свойства на самом деле достаточно сложно. Одно дело, вы получили одну сущность, например, Person, и у него есть UpdatedEd, UpdatedBy, и вы написали UpdatedEd равно TimeNow, допустим, UpdatedBy равно там UserIdentity. Но если у вас получается, что, допустим, есть какой-то список профилей, в котором вы изменили или, не дай бог, зависимости, то внутри уже обновить каждое свойство на самом деле сложно. Но на эту проблему есть вот это простое решение, когда вы делаете Override. Ну, давайте тогда по порядку начнем. Итак, что у меня есть. У меня есть возможность заверайдить метод, который называется SaveChanges. То есть, при сохранении в базу данных есть у меня 4 оверайда, да, вот SaveChangeBull, Async, в общем, которые записывают в базу данных какие-то данные, соответственно, измененные в моей системе, в моей программе. И вот для них, собственно говоря, я и буду сейчас делать метод, который мне позволит автоматически назначить значение назначить значение хорошо сказал установить значение для определенных свойств, если они соответствуют моим требованиям. Итак, поехали. Итак, первым делом я хочу создать метод, который будет использоваться во всех во всех вот выше показанных SaveChange методах, которые будут просто обрабатывать сущности перед тем, как они попадут в SaveChange, и для этого мне, соответственно, нужно создать какой-нибудь приватный метод, пусть будет void, пусть будет какой-нибудь db SaveChanges, и он будет без параметров. Ну, теперь здесь первым делом мне нужны сущности, которые added, то есть, которые были добавлены. var, ну, давайте added entries, это можно взять из ChangeTracker, entries, вот они, where, и здесь нужно просто указать, через лямбе я буду указывать, modified, нет, state, вот, равен этот, то есть, у меня вот переменную, у меня entities, давайте правильно назову, entities, у меня попадут все перемены, все сущности, все entries, которые были изменены в процессе работы, то есть, ой, добавлены, добавлены, и соответственно, для того, чтобы не получить все измененные, давайте, modified, я снова обращусь к ChangeTracker, ой, ну, так тоже можно, var, modified, entities, это снова ChangeTracker, Entries, V, и здесь я напишу с лямбду, которая мне поможет по состоянию найти EntityState Modified, ну, и теперь, когда у меня есть сущности, вернее, если они у меня есть, я могу их сделать, перечисление, и это будет у меня Entry, и теперь я могу проверить, если этот Entry содержит объект, который является типом Auditable, тогда его обработать, если нет, сделать ретурн, в общем, до свидания, и тогда я могу сказать вот так вот, If Entry Entity, нет, не equals, а Entity, Is Not I Auditable, ну, тогда, в общем, до свидос, ничего не нужно делать, в противном случае мне нужно значение свойств каких-то подменить, ну, вернее, установить, в частности, допустим, у меня есть свойства, так, давайте тогда вот так, var created, add равно Entry, нет, Entry, property, и я здесь скажу name of I Auditable и created it, ну, чтобы не промахнуться с названием, так, собственно говоря, тоже бывает, мне нужно не просто взять, а current value, то есть, то, чего у меня есть, такую же я возьму и для соответственно, updated it, потому что я обычно при создании новой сущности и для created it, и для updated it ставлю одно и то же значение, ну, мало ли на тот случай, что не менялась сущность, updated it, более того, мне нужно получить update, давайте так вот, нет, created by, и здесь я должен тоже написать, соответственно, created by, и, как вы понимаете, updated by, и название свойства поменять, то есть, updated by, в общем, у меня таким образом я получаю все свойства, я их буду в дальнейшем обрабатывать, но что касается created by, я хочу, что если бы у меня пришло какое-то значение, то я его не меняю, а если никакого нету, тогда я его, собственно говоря, заменяю на то, которое мне нужно, ну, и раз в моей базе, в данном варианте, я буду работать только сам с собой, да, то есть, у меня теоретически, created by и updated by будет всегда, да, нет, у меня есть комментарии, нет, у меня нет комментариев, ну, возможно, не будут, но все равно я буду обрабатывать, тогда мне нужно какое-то свойство по умолчанию завести, то есть, название, пусть это будет const, string, default user, и пусть он называется, давайте так вот, system, ну, не буду писать колобонга, default user, что он мне предлагает, нет, он мне будет system, и я скажу так, если у меня created by, так, это у меня строка, я напишу, string, из нул ремпти, created by, это у меня, объект, я ему скажу, to string, так, ну, давайте вот так, он же мне может быть не равен нулю, так, если он, а, он не равен нул, то есть, я его получил, ну, хотя, тут на самом деле, я его в любом случае получаю, потому что у меня имплементация интерфейса, поэтому, я скажу так, если created by не равен нул, то есть, если равен нул, тогда, вот этот самый created by, равен, default user, ну, так, конечно же, работать не будет, я тут фигню написал, давайте, упс, давайте вот так вот, use, окей, нет, мне нужно вот этот вот, то есть, я тогда это свойство, current value, отдам вот сюда, вот, вот таким вот образом, то есть, я его сначала получаю, проверяю, если оно не равно, то подставляю новое значение, теоретически, можно было так не делать, но случаи бывают разные, лучше получить, в общем, просто, просто я сделаю так, вот, ну, и, соответственно, я сделаю то же самое, ctrl-c, соответственно, ctrl-v, и для свойства, которое называется, update by, и, соответственно, также подменю это значение, вот этим самым свойством новым, вернее, дефолтовым значением, то есть, если у меня ничего не задано, то мне автоматически поставится слово system, и, соответственно, мне теперь нужно уже забраться с датами, ну, с ними на самом деле очень просто, var default date будет равняться date time, не-не-не, date time, utc now, ну, в общем, я всегда использую utc now, потому что, задачи, которые приходится решать, они не лежат в одном регионе, с часами, поясами, поэтому utc, а отсюда вот дальше все пляски, и, соответственно, мне нужно теперь снова проверить, если мне не пришло никакого значения, то есть, я намеренно где-то задал значение, то есть, если даже не так, если у меня значение задано, и оно больше, допустим, 1970 года, тогда я его не трогаю, если меньше, то есть, дефолтовое, нуловое, то есть, nullable, нет, не так, то есть, значение, которое не null, оно всегда будет 0101, то есть, значение присутствовать будет, мне нужно проверить именно, что оно больше определенного, дефолтного значения, и если оно не больше, тогда я его буду заменять на дефолтное, таким образом я проверяю если у меня свойства креет 2 ну давайте вот тоже я вот вот таким вот образом сделаю есть ли у меня updated by давайте тогда нет created by нет кричит от created от это же у меня да и тайм и она у меня не нул и я тогда могу сказать что но него нужно привести к типу ну или можно воспользоваться парсингом daytime парс created to string и взять у него year например больше 1970 года так у меня здесь это свойство навсегда не нул потому что у меня свойства не нул был вот если нам больше 70 года то давайте так сделаем если меньше 70 года тогда created от вот это свойство current value я отдам новое значение которое будет дефолт дэйт в общем текущее значение подставляя и соответственно теперь я могу сделать то же самое для апдейта это но здесь немножко сложнее мне обдейте это нул и был поэтому мне нужно проверять на то что он еще и не нул давайте тогда скопируем на эту штуку поставлю сюда здесь напишу updated add и скажу сначала ну давайте тогда не так скажу давайте скажу вот так есть ли updated add не равен ну и меньше и больше здесь напишем updated add в общем вот примерно каким-то таким способом конечно же можно все это оптимизировать но я хочу как раз наглядно показать как как это должно в принципе работать то есть меня задача показать принципы ну и после того как у меня здесь вот это вот вся фигня приключилась я установил новые свойства я установил кардата то есть это она отработает по образу и подобию при создании нового свойства если она аудита был я нахожу свойства проверяя давайте я вот эту штуку подыму наверх потому что она возможно пригодится и в другом баре ну смысле в другом методе вот то есть получается что есть ли у меня свойства аудита был я нахожу их значение проверяю их на наличие там определенных правил и если она не задана то есть пустое данном я оставлю пользователя по умолчанию и если она меньше определенной даты то есть год меньше там 970 например то я ставлю дату по умолчанию ну на самом деле как вы понимаете это еще не завершенная реализация но я хочу показать следующее то есть вот эти вот операции то есть вот этот метод я хочу реализовывать то есть я хочу чтобы он вызывался в каждом из вариантов с их с осинком без осинка это дополнительными параметрами и я хочу чтобы это было в каждом моем аппликейшн дб контексте в любом из приложений сейчас это будет работать только в одном я хочу сделать следующее хочу сделать базовый класс в котором вот это вот все где-то реализовано по умолчанию а потом этот базовый класс просто ну конце кто ну или создать nugget пакет или копировать грубо говоря перенося уже в новый аппликейшн дб контекст в в новый entity фреймворк нам в другом проекте всю реализацию для этого что мне нужно сделать давайте я создам давайте я создам новый класс который назову я не буду пользоваться решарпером чтобы он быстренько мне создал я создал этого вручную да так это мне будет паблик класс абстракт нет это будет абстракт класс который будет называться дб контекст бэйс пусть будет бэйс и в моем варианте на давайте вот так вот я сделаю наследником как раз вот от этого контекста то есть от этого файла мне этого будет достаточно и теперь я вот эту вот сюрреализацию перенесу в базовый класс мой аппликейшн дб контекст у нас следует дб контекст бэйс теперь мне нужно сделать конструктор и теоретически он будет совпадать за исключением одного маленького нюанса этот нюанс называется protected вот и теперь получается что я сюда прокидываю но я могу вот эту штуку убрать и соответственно у меня да конечно же это будет конструктор и соответственно меня вот этот класс теперь может быть и частью nugget пакета и допустим еще какой-нибудь там реализации может быть каким-нибудь файлом которые буду таскать между проектами в общем не получается что давайте я так вот сделаем ухту вот он у меня и я наверно так вот сделаю бэйс папку и вот этот дб контекст бэйс я перенесу эту папку и вот что у меня получилось итак у меня есть аппликейшн дб контекст значение из которого я вот так вот вынес в другой класс и он вот такого чистенький дальше у меня здесь получается как раз та самая реализация в общем я как бы вы понимаете я унифицировал эту разработку у меня теперь этот класс может быть наследником любого другого класса любого другого дб контекста ну и дальше теперь продолжим реализацию что на самом деле что я хочу сделать я хочу сделать следующее у меня есть возможность при обновлении вот этих вот штук вот методов выдать сообщение то есть какой-то экземпшен или там я не знаю сообщение да в конце концов и я сделал вот этот вот базовую быть базификацию да если так можно выразиться для того чтобы здесь за использовать одну из своих сборок я ее называю колобонга юнита ворк и зачем она нужна на самом деле она дает ну некоторые классы которые собственно я могу использовать вот как раз здесь я сейчас покажу итак у меня есть свойство которое называется давайте я создам свойства пусть он называется сейв чейнч нету так вот чейнч резалт вот он и соответственно пусть так и называется и как раз базовом классе я вот этот сейв чейнч резал буду инициализировать нью вот таким вот образом то есть у меня создается вот этот вот сейв чейнч контекст который создается ой контекст сейв чейнч резалт в котором есть возможность указать добавить какие-то сообщения при обработке прокинуть экземпшен наверх создать там список где тут сообщение да ну и в общем-то окей или true говорит о том что были ли я в ошибке или нет если есть экземпшен будет такие фолст ну в общем если мне совершите какая-то ошибка я смогу узнать об этом но где-то выше в приложении и соответственно как-то использовать я могу сказать сейв чейнч резалт это мы сочи написать там ну допустим сколько там сам допустим entities были были обновлены там давайте напишем created но вы здесь можете потом добавить любой нужно вам сообщение соответственно если была какая-то экземпшен или там я могу вот это все обернуть в три кич ну я думаю что нужно один раз написать в экземпшен уже потом не обрабатывать но всяко разно бывает в общем на ваше усмотрение но единственное чем теперь осталось сделать обработку вот для этого метода она будет примерно по такому же принципу давайте я напишу чтобы сэкономить ваше время а вам просто покажу ну и в общем то что я имел ввиду то есть у меня тоже самый принцип обработки да есть сущности которые у меня сейчас обновляется в базе данных я нахожу их и они что они у наследуют аудита был я подменяю свойства либо на дефолт юзер либо на то что было указано то есть оставляя без изменений и также обновляя дата апдейте тет если этот пользователь если в эта сущность не имеет даты изменения ну то есть теоретически любые сущности мне апдейте тет не нужно ставить собственно говоря для этого я сделал здесь где-то у меня есть инфраструкция маппер и факт я сделал игнор потому что она будет всегда поставляться при обработке базы данных то что играл в предыдущих видео ну и в общем подработать это будет вот именно таким вот способом давайте я сейчас все лишнее закроем лишнее это как раз вот то это вот сейчас еще вот так красоту наведем и вообще вот так вот все чудненько ну раз я написал метод теперь его нужно где-то за использовать и в общем то все сходится к тому чтобы сделать оверайт метода сейф чэнч давайте это вот красиво сделаю и здесь я просто вызову этот метод соответственно у меня пойдет обработка внутри и далее ну в общем то как вы понимаете я должен делать то же самое сейф чэнч для булева значения когда дополнительный параметр и я здесь тоже это сделать должен потому что бывает так что сделаешь в одном методе я использую в другом в общем это не камильфо и еще один обирает вернее еще два сейф чэнч с токеном где-то свернем я здесь делаю db сейф чэнч в общем то здесь у меня тоже и еще один короче играть будем сделать сейф чэнч и синг давайте я вот это тоже сверну и здесь делаю db сейф чэнч ну в общем то вот как то вот так вот это должно работать и осталось только это на самом деле давайте проверим это и сделать это очень просто в общем давайте сделаю вот таким вот образом у меня есть home контроллер здесь у меня есть класс индекс в смысле метод индекс который при нажатии в 5 будет открываться первым я здесь добавлю но пока юнито ворк на юнит юнито ворк и я добавлял ожидать сейчас проверим сейчас мы проверим где у нас дабл клик юнито ворк лабунга даю нет ворк есть и тоже замечательно тогда я собственно говоря могу использовать ну и давайте я тогда так скажу from сервис с то есть это будет инжект и сервисов а юнит ворк ну пусть будет юнит ворк и здесь я собственно говоря могу сделать следующее ворк давайте я не буду использовать унитур давайте я сделаю получение и сервисов непосредственно самого контекста при кейшин db контекст контекст вот и здесь скажу что я хочу в контекст добавить так я буду добавлять факты но смотрите а у меня оказывается не установлены и факты все очень просто если я хочу обращаться конкретному типу сущности ну например здесь факт или допустим текс то мне нужно сделать следующее ну во первых убрать я кругались и далее создать свойство property который будет db сет и тип факт факт и естественно название факт и 2 который будет ну я так понимаю будет текс ну хотя мне в принципе не нужно но пусть будет тег и таким образом я теперь смогу сейчас один момент да и теперь я смогу обратиться вот смотрите у меня появились факты и теги и соответственно если у факт я могу теперь сказать добавить или добавить и синг я буду просто добавлять и пусть это будет факт я его сделаю через переменную пусть будет вар new факт пусть он будет абсолютно губ пустой и голый и сэйф ченчей да мне нужно теперь сделать контекст сэйф ченч смотрите мне появилось свойство контекст резал теперь я говорю сэйф ченч и у меня будет вызовом вызван метод один из тех которые мои мной ави райден и и давайте я сделаю наверное ну я не хочу за засыпать базу данных всякую дрянь я хочу сделать через транзакцию вар транзакшн давайте назовут ран равно контекст и опять же просто для демонстрации бегин транзакшн нет дб контекст твой датабейс бегин транзакшн и я даже и скажу юзин чтобы она была и здесь конце игры сэйф ченч и скажу стран роллбэк ну в общем я откачу все изменения чтобы просто показать как это работает на примере сэйф ченч такого так сказать всю кухню от этого механизма а в базу ничего не попадет потому что я откачу транзакции и в общем то для чего я делаю это свойство которое называется сейчас скажу как он называется забыл где сэйф ченч резалт вот в общем когда я делаю сохранится я могу потом сказать если контекст сэйф ченч резалт из окей то есть не было никаких исключений то в общем то я могу сказать транзакшн комит а если были какие-то исключения тогда собственно и return тоже нужно сделать до чтобы потом не откатилась она вот ну это такая грубая вот реализация да как-то работает понятно что application db контекст использую через а юнит ворк ну принцип тот же самый абсолютно то есть вот эти дополнительные штуки они как бы позволяют использовать но более более тонко да если можно так выразиться вот эту вот реализации комит у меня конечно же не будет я не хочу этого делать но я хочу вам показать как это будет работать и так и нажимаю в 5 сайт мне нужен его свернул да вот упала бряка вот и получил db контекст он у меня зарегистрирован конечно же в системе вот и создаю новый факт вот я добавляю факт вот я нажимаю сэйф ченч и вот я попадаю вот сюда здесь у меня но ну а ну ладно потому что у меня нет текущего значения ну да я конечно здесь промахнулся и давайте я сделаю здесь вот так да у меня значение конечно же может быть не задано и здесь она уже будет то же самое теоретически можно было не использовать вот так вот давайте запустим еще раз хорошо что проверил ну вот эти вот новые фишечки в языке си шарп которые появились там нулба вот эти вот они дают как плюсы так в общем то и минусы если у вас база данных какая-то вот старая и вы начинаете натягивать миграции можно все сломать надо в общем то аккуратно к этому подходить и так и нажимая сэйф ченч давайте я поставлю бряку прям вот здесь нажимаем 10 мы попали в этот метод нашли вот на сущности то есть энтити и мне показывается что остается одна сущность резал ой факт и у нее есть свойства и даже где-то здесь есть вот n3 это как раз она говорит что у меня в общем то в этой сущности есть и дальше я начинаю пробегать по всем свойствам нахожу их дальше проходим по значениям и в общем на выходе давайте control f10 нажму мы попали в эту точку и теперь у меня у n3 есть entity и у n3 теперь смотрите у меня стоит креетит от тем установлена и креет бай систем и апдейте 2 стоит апдейте тет не стоит что-то не случилось так это я промахнулся давайте посмотрим значит апдейте 5 вот она она у нас стоит и мы ее здесь меньше задаем апдейте 5 а но если оно равно нулю ну конечно же это это лажа но в общем проверяйте себя давайте запустим еще раз что-то мне ноутбук расшалился разогнался так это мне не нужно давайте упали в бряку смотрим еще раз я нажимаю отпустить бряку мы попали safe change проверяем сущности я сразу иду в конечный точку control f10 воу не попал так control ага если она равна ну ну да конечно я тут фигней маясь если она равна ну да ну что ж опять же скажу что и просторуху бывает порнуха конечно же если она не равна ну правильно а если а если она равна ну ой куда же написал то что молчите а вот елс то есть если да то есть она равна ну тогда мы просто ставим текущую дату и аля влюга не гусей все давайте еще раз запустим ну чтобы убедиться что этот механизм работает просто у меня это реализации есть специальной сборки и я вот грубо говоря заново ее переписываю ну тем не менее это иногда полезно так это мне не нужно смотрим f10 тут я сразу нажимаю f5 попали сюда давайте я поставлю бряку вот здесь отсюда уберу в 5 мы попали на выход у нас есть entry есть entity и в этом entity есть заданные все параметры ну то есть как раз вот время создания время обновления кем создана и теперь осталось нажать стоп и сказать что я хочу у этого факта задать следующие свойства created допустим бай ну пусть будет колобонга и допустим updated by на тот случай что если вдруг у меня ну потребуется все-таки заносить информацию там кто изменил эту запись я отсюда я бряку уберу запущу еще разочек так и вот оказался в той точке где у нас можно проверить замененные свойства но смотрите если свойства было в нем значение то она собственно говоря заменилась на кстати я хотел проверить именно на day time еще так и давайте отсеки сделаем tags и еще у меня да наверное здесь нужно тоже сделать роллбэк который у меня в базу это все прилетит а коми то не будет ну ладно неважно тогда я здесь еще добавлю одно свойство измененного допустим created и я поставлю new day time поставлю допустим двадцатый год это же меньше чем 91 ой 2001 то есть 2021 есть ляськи-масяськи вот и давайте проверим еще в конце концов чтобы все заработало это нам не нужно мы попали сюда смотрим на подмененные свойства мтк и здесь смотрим да смотрите если дата была то она остается если ее не было она подставляется created и этот бай подставляется всегда апдейт этот дайте бай тоже соответственно при изменениях ну и в общем то легко теперь понять что есть ли я какую-то сущность изменю нажму save change что у нее автоматически подставится значение всех свойств свойств всех апдейт это апдейт бай подставится автоматически и это в общем то как бы упрощает работу с этими свойствами более того еще раз повторюсь да то есть если вы работаете с одним с одной сущностью то ее изменения то есть апдейт это дает это легко поставить там нужные вам но если вы по свойствам зависимости работаете то есть через свойства навигации пачку свойств пачку сущности пачку объектов и обновляете то они будут обновлены зова за вас и вам не придется это делать для каждой вложенной сущности в этом плюс собственно говоря ну и в общем то наверное что наверно надо заканчивать на этом да мне больше принципе то рассказать нечего так я пока это закрою это закрою и здесь я все откачу из отменить изменения холм контроллер вернулся в первоназначный вид в общем то что получается получается что вот тот самый реализацию по обновлению сущности централизованно в одном месте я сделал и в общем то что я хотел сказать этим вы можете вот вот эти методы использовать но на свое усмотрение здесь есть как вы понимаете не только safe change есть еще пачка всякой всякой нужной ненужной хрени которые собственно говоря вы тоже можете использовать например переопределить метод поиска да или там какие-то там удаления да то есть при удалении не реально удалять запись а просто помечать ее на удаление то есть вы здесь вот у нас идите когда приходит у нее длит и true вы ставите энтити как она называется там стоит нет не помню здесь ремуф уже идет как конкретно энтити вы здесь подставляете через change tracker находите это свойство говорите что она не делит это модифайт а свойство из делит это равно true вот вот собственно игре и вся обработка то есть это решается централизованно в одном месте в общем я думаю что вы разберетесь потому что потому что я в этом уверен на этом наверное я закончу это видео принципе я рассказал все что хотел вам спасибо что смотрите всего доброго пишите правильный код и от вас я жду комментарии замечания предложения в общем пишите что-нибудь лайкайте что-нибудь в общем чтобы я знал в какую сторону дальше двигаться всего доброго и пока что вот